Добрый день! Вначале новости хорошие. 2 февраля, какой бы день недели это ни был, часов в 6.30 вечера мы начнем прямой эфир с моего дня рождения. Дело в том, что 2 февраля мне исполняется 60 лет. Да, вот так. И кроме того, 2 февраля мы, сегодня наша съемочная группа, будем встречать двухмиллионного подписчика нашего канала. Если еще не подписались, поторопитесь. И еще одна хорошая новость. Недавно в Твери в одной из самых лучших типографий России Паретто Принт опечатана книга, к которой я имею самое прямое отношение. Вот тут коробочка с книгой. И книга называется «Кухня чеченского народа». Но на этом позитивные новости заканчиваются. О книге я хочу поговорить несколько позже, в другом ролике. А сейчас я хотел бы поговорить о безобразии, с которым я столкнулся в Яндексе. Дорогие друзья, если вас интересует только позитив, пройдите в мои кулинарные ролики. Посмотрите то, что вы показывали, а вы не успели посмотреть. Сейчас будет, к сожалению, негатив. И этот негатив вынужденный. Хотя касается это дело не только меня. Это дело касается всех нас. Поэтому, если кто-то не хочет портить себе настроение, давайте. Типография, где отпечатали эту книгу, находится в Твери. Я живу в Подмосковье. В тот день, когда была готова книга, у меня не было возможности поехать в Тверь и обратно. И я решил воспользоваться услугами Яндекс.Такси. Яндекс предлагает услуги Яндекс.Доставка. Я довольно часто пользуюсь этим сервисом здесь, в Москве, в Подмосковье. Ну и обычно все проходит более-менее в порядке. В этот раз я заказал сначала доставку из центра Москвы. Кое-что мне нужно было доставить из центра Москвы. Был снегопад, была плохая дорожная обстановка. И Яндекс выставил цену на доставку где-то 50, может максимум 60 километров. Две с половиной тысячи рублей. 2588, если быть точнее. А за доставку из Твери сказали, что она вам обойдется 3853 рубля. Послушайте, из центра Москвы, вот до меня, до моего дома, две с половиной тысячи. Из Твери 3800, 200 километров ехать. Когда наконец нашелся водитель, который взял этот заказ, я позвонил ему и сказал, «Послушайте, сейчас снег идет, буран, снегопад. Не езжайте по бесплатным дорогам, поезжайте по платной. Вот тут ЦКАД, тут есть Ленинградка платная. Я заплачу». И кроме того, я понимал, что человек израсходует на бензин. 200 километров сюда, 200 – обратно. Человек заплатит что-то Яндексу за этот заказ. Что ему там остается? 200 километров поехать за полторы тысячи рублей? Он же на обратно, то клиенты не найдутся из Московской области поехать в Тверь на такси. Я сказал, я тебе еще заплачу чаевые, так что приезжай спокойно. Парень приехал, привез эту коробку. Все вовремя, все нормально. Я доволен его работой. На другое утро я получаю смс от этого самого парня из Твери, который звучит вот как. «Вчера о доставке. Это запланированный кидок». Ко мне обращается человек. «В приложении безнал, а по факту должны были на Алик. На последние деньги ехал, а Яндекс еще и сдернул». Я им пишу, с меня деньги сняты, потому что я видел, что с меня деньги ушли. В тот момент, когда я нажал на кнопку «Да, я согласен», айфон смотрит на мое лицо и списывает деньги. Сейчас я все проверю. И если что-то не так, немедленно вам отправлю. У меня деньги есть. И я обращаюсь в техническую поддержку Яндекса. И вот здесь, ребята, начинается цирк, только не смешной. Совершенно не смешной цирк. Ну, во-первых, вот я хочу показать вам. «Принскрин» в тот день, какие расходы у меня происходили по моему счету, по счету моей карты. 2000 снято, еще 2000 снято, 588 рублей снято. Почему с меня сняли? 2588, я понимаю, это вот за ту доставку из Москвы. Почему за этого парня сняли только 2000? Почему он говорит, что он ничего не получил? Почему не сняли сразу 3853 рубля, которые должны были снять? Я пишу им уравновешенное, вполне нормальное письмо. Мне отвечают. «Общая сумма вашего заказа разбилась на несколько частей. Оплата по Apple Pay требует вашего подтверждения. Поэтому вторую часть зарезервировать не удалось, чтобы убрать долг, оплатите, пожалуйста, его приложение». Я заходил в приложение. Да, там возник какой-то долг 588 рублей. Я его, разумеется, моментально оплатил. Где деньги у парня? Я снова обращаюсь к ним. Я смотрю, что, пожалуйста, возможно сделать заказ еще. То есть долгов у меня никаких перед Яндексом нет. Я созвонился уже с этим парнем из Твери. И он говорит, что Яндекс с него деньги взял моментально. А мои деньги ему не пришли. Когда он уже проехал более 100 километров, у него в приложении возникла надпись о том, что он должен был взять у меня деньги наличными. А почему наличными? А может, у меня нет наличных? Я заказывал по карте. А может, у меня нет с собой дома наличных? Что я должен делать? Человек уехал больше, чем за 100 километров. Платная дорога, он быстро поехал. Как быть? Я снова пишу поддержку, получая шаблонные ответы. И говорят, что ответы ваши шаблонные. Не по существу заданных вопросов. Я спрашиваю одно, а вы мне говорите другое. Водителю отвечает совершенно другое, третье что-то. Я должен за вчерашнюю доставку или нет? Не делайте так. Не делайте так, чтобы я был должен этому человеку. Человек выполнил свою работу. Он пишет, что он поехал на последние деньги. Так бывает. Я понимаю. И я понимаю, насколько нужны, бывает, в семье вот эти две тысячи рублей. Откуда я знаю? Может, у него на хлеб денег нет? Он сколько на бензин потратил, чтобы приехать? Мне пишут. Кинокомедия. Здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста, что вам не привезли и на какую сумму? Ты дуй байдан? Ты совсем дурак? Я говорю о том, что... Сколько можно объяснять? Я пишу четвертый или пятый раз. Мне как роботы отвечают одно и то же. Что такое? Я говорю, почему под человек деньги не получил? Мне привезли все. Вот оно. С карты не удалось списать нужную сумму. Мне опять качало-мачало, начиная с начала. Ах, но с оплатой долга появится при оформлении нового заказа. Нажмите оплатить сейчас, выберите карту и так далее. А что такое? Я же соглашался на заказ своего такси по карте. Почему не удалось списать? Какие у вас такие проблемы? То списывают, хоть за машину заплатил. Хочешь новую машину купить, пожалуйста, заплати карты. То вдруг какие-то две тысячи не могут заплатить. Я пересылаю им, объясняю ситуацию. Вы знаете, сколько продолжается этот разговор? С 6 часов вечера до часа ночи. После этого я по естественным причинам устул. В 8 утра снова начинаю писать. Снова начинаю писать и снова у меня длинная переписка с ними продолжается. Я спрашиваю, почему водитель не получил деньги? Почему мне не списали две тысячи рублей? Потом еще две тысячи. Вот я спрашиваю, всю эту ситуацию спрашиваю. А водитель деньги не получил. Почему вы не пишите, будто я должен заплатить наличными? Почему я об этом не знал, что я должен заплатить наличными? Ну, я поехал бы в банкомату ближайшему, снял бы. Хотя от меня ближайший банкомат километров 20 ехать надо. Но я бы снял, я бы заплатил человеку. А теперь как? Так, человек в Твери, я здесь. При этом самое шикарное, что Яндекс себе деньги снимает сразу. Ни на секунду не задерживает. А вот человек, нормальный человек, который хочет подработать, который хочет заработать. Я уже с ним познакомился. Он имеет какую-то там свою работу постоянную. Вот в свободное от работы время человек хочет заработать деньги честным путем. Что вы делаете? Ну, вы же заставляете этого человека, убеждаете его, что не надо, парень, работать честно. Иди играть, воруй, убивай. Вы этому хотите научить людей? Что честно заработать невозможно? Вы с него последнюю шкуру спускаете. Понимаете это или нет? Здесь не меня дело касается. Здесь дело касается очень многих таксистов и тех, кто сотрудничает с Яндексом вообще. И в частности с сервисом Яндекс Маркет. У меня есть такой знакомый, который имел интернет-магазин. Но в настоящее время Яндекс фактически занимает, ну фактически, юридически на бумаге, конечно, не так. Если пойдут, если они меня Яндекс потащат в суд, то Яндекс и юристы докажут, что нет, это не так. Яндекс не монополист. Потому что есть еще Озон, потому что есть еще какие-то торговые площадки, маркетплейсы. Но если ты пытаешься работать в своем интернет-магазине, твое объявление о продаже твоих товаров никогда не поднимется на верхней строчке. Все будет забито Яндексом. Все будет забито теми объявлениями, которые связаны с Яндексом. Поэтому люди вынуждены идти и сотрудничать с Яндексом. И Яндекс сделает так, что Яндекс зарабатывает все, а человек, который реально привез этот товар, который его растаможил, человек, который пытается заработать деньги для своей семьи, ему остаются крохи, копейки. Налоги заплати, аренду заплати, за свет заплати, за интернет заплати, за банк заплати, за обслуживание и Яндексу все остальное отдай. Я понимаю, что вы очень сильная корпорация Яндекс, очень большая корпорация. Но все-таки надо еще и совесть иметь. Меня тоже немного коснулось это дело. Я уже говорил о том, что открыл запасную, так сказать, площадку для своих видео и на Яндексе тоже. Ну, вы видите, какая международная обстановка. А вдруг завтра YouTube раз и закроют, скажут, что этот сервер находится в Америке. В Китае YouTube не работает. Ну, где тогда будем встречаться, где мы тогда будем видеть? Я вот открыл сервис на Яндексе. Там образовались какие-то подписчики, очень неплохие просмотры. И Яндекс стал платить деньги. Знаете, и такие серьезные деньги, неплохие деньги, нормальные деньги. Месяц, другой, третий. И теперь Яндекс объявляет. А теперь мы вам будем платить не за просмотры, а за новых подписчиков. Давайте развивать платформу. Мы будем стимулировать тех, кто развивает платформу, кто приводит новых подписчиков. Вот я вам не говорю, идите и подпишитесь на мой канал. Я вам этого не говорю, потому что Яндекс поступает и со мной нечестно. Яндекс зарабатывает от просмотров. Вы посмотрели, посредине моего ролика, либо какого угодно другого. Нахально влазит реклама. Хочешь, не хочешь, смотри. Одна реклама, вторая, третья. Яндекс получает деньги за то, что вы посмотрели эту рекламу. От рекламодателей получает деньги Яндекс. YouTube платят по-честному. Сколько заработал YouTube на моих роликах? Сколько ему удалось вставить в мои ролики рекламу? Вот столько. Какую-то долю от этого он платит мне. Какую-то долю оставляет себе. Мне выгодно развиваться с YouTube. А с Яндексом, с родным российским сервисом, не очень выгодно теперь. Потому что чем больше просмотров у меня будет, тем больше Яндекс заработает. А мой доход теперь от просмотров не зависит. Ну, слава Богу, я нормально зарабатываю и без Яндекса. Могу обойтись. Но кто-то, возможно, рассчитывал только на Яндекс. Так вот, я говорю таким ребятам. Не рассчитывайте. Не рассчитывайте. Бизнес с Яндексом – это так, что Яндексу нужно все. А тебе? А тебе в последнюю очередь то же самое, что произошло с этим парнем в Твери. Потому что только в 8 утра, 8.40 точнее, с следующего дня я получил следующее сообщение. Вот об этой ситуации с таксистом, который сидит два дня без денег по вине Яндекса. Перепроверил повторно всю информацию. Перезапустить платеж уже не получится. Система списалась с вашей карты 2000. А после, когда способ оплаты изменился на наличные, отменилось списание. Вот чек о возврате. Уточните, пожалуйста, у водителя другие способы оплаты. Если нет возможности передать наличный совет, то перевести деньги водителю на карту. Простите за эту ситуацию. Я отвечаю. Нет, я не могу простить тупость и шаблонность службы поддержки. Вы получаете деньги. И сменяется этого водителя. Так извольте обслуживать нас, как положено. Я несколько часов моего времени потратил. Нервы дорого обойдутся. И, кроме того, этот ответ тоже понятно. Так все-таки 2000 рублей списались или не списались? Куда они делись? Ко мне они не вернулись? Где мои деньги? Говорят, ну деньги вам могут вернуться и в течение 30 дней. 2000. Ну хорошо, что у меня есть такие 2000. А ведь есть люди, у которых это могут быть последние деньги. Им, может быть, на лекарства не хватает. Может, на молоко для ребенка не хватает. И дальше. Хочу добавить немного позитива в эту ситуацию и дарю промокод. Ребят, вот вам этот промокод. Пользуйтесь на здоровье. Мне он не нужен. Он сделает ваш следующий заказ выгоднее на 300 рублей. Активируйте промокод приложения перед оформлением заказа. 300 рублей. 300 рублей мне суют. На, заткнись. Голодранец. Заткнись. Вот тебе щедрый Яндекс дает 300 рублей. 6 часов моего времени вечером. Пару часов утра. На, тебе 300 рублей. Возьмите себе 300 рублей. Туалетную бумагу купите. Потому что вы обгадились. Вы сейчас будете защищать честь мундира. А я вам скажу. Мундир надо защищать. Чистоту мундира. Надо защищать, прежде всего, изнутри, а не снаружи. Я о вас ни слова неправды не сказал. Я говорю только правду. Это все подтверждается документами. Это все подтверждается перепиской. С вашей техподдержкой. Ну и вот так вот, ребята. Без Яндекса у нас жизнь уже не получится. Но Яндекс должен меняться. Он должен меняться и должен посмотреть на тех людей, от которых он зарабатывает деньги. От тех людей, которые сотрудничают через Яндекс Маркет. От тех ребят, которые работают на такси. Кстати говоря, многие из них плохо говорят по-русски. Они плохо понимают по-русски. Так тоже. Ну что поделать? И понимаете, вот такой парень попадет в такую ситуацию. Все, пропали его деньги. Яндекс списал, 3800 нет. Бензин пропал. Этот парень хорошо, хоть он русский парень, он смог со мной связаться и так далее. А какой-то человек, который не знает по-русски. Как тогда быть? Я не призываю не пользоваться службой Яндекса. Я не призываю игнорировать их, бойкотировать. Нет. Но я прошу вас в комментариях, напишите, пожалуйста, ваши отношения с Яндексом. Когда было у вас хорошо? Если было хорошо что-то, напишите, что было хорошо в комментариях. А если было что-то аналогичное со мной, напишите тоже. Я уверен, что в этот ролик, в комментарии придут менеджеры Яндекса соответствующей высоты. Не вот эти, которые со мной переписывались. По принципу «отвяжись ты, Сталик». И прочитают. И если мы не будем иногда трепать их по загривку, если мы не будем иногда их шпенять, колоть, ребята, не так надо работать. Ребята, вы почти что монополисты. Извольте работать так, чтобы и нам было удобно. Не надо рассматривать население России исключительно как источник наживы своей. Простите, пожалуйста, за такое нервное выступление. Все это случилось еще несколько дней назад. И если бы я записал все это в тот же день, когда это происходило, то выступление получилось бы, возможно, немножко ярче. Сейчас я остыл. Я с холодной головой заявляю то, что сегодня рассказал. Ну, а теперь про книги, про хорошие новые книги в следующем ролике. Ссылка вот здесь. Переходите. 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 Продолжение следует...